Всем привет, с вами Beaver и настольные игры. И мы продолжаем играть в игру Origin Истоки от Андрея Маймини. Вот она, эта замечательная, красивая игра. Мы остановились посерединке, где-то приблизительно сейчас ход доходила Юля. И ход переходит ко мне, надо посмотреть сразу же по моим картам. И я хочу разыграть вот эту вот карту цель сперва. Мне нужно, чтобы у меня было трех уровней высоты моей тотемы. Первый уровень, второй уровень, третий уровень. Отлично, я могу разыграть, четыре очка я уже получаю 100%. И теперь можно вытянуть одну фишку, одну карту из колоды. Значит мне нужно иметь по два племени каждого цвета. По два племени тотемов. Кстати, соответственно, что у нас на пуле всего один коричневый. Все равно черное и белое, коричневые все здесь. Вот так вот очень странно, конечно, получается. Так, ну я думаю, стоит, наверное, удариться больше в ретонной технологии, в инновации. Поэтому я предлагаю занять коричневое, чтобы изобрать здесь четверку и тройку одновременно. Так, давайте, наверное, так и сделаем. И мы займем коричневым. Вот этим вот коричневым. Вот сюда мы придем. Отлично. И два тайла мы забираем. Это будет тройка и это будет четверка. Все. Разыграть больше я ничего не хочу и не буду. На этом ход мой оканчивается. Теперь ход у нас за Юлей. Кстати, да. Жетон. Прошу прощения. Тут небольшая переигровка просто была. Я забыл включить камеру. Поэтому ход тот же самый будет, но пришлось делать реплей. Делать миграцию. На три действия. Раз, два, три. Она перемещается сюда, забирает этот жетон. И, соответственно, разыгрывает свою цель, которая требует у нее два зеленых местности контролировать. Вот одно, вот второе. И после этого она берет себе одну карту цели, которая требует всего лишь три фишки в Африке иметь. У нее две есть уже, еще одна и можно три очка уже заработать. Замечательно. Больше она, в принципе, разыгрывать, наверное, ничего не будет. Перемещаться она может, кстати, намного дальше, чем хочет. Она может на два. А, и, кстати, у нее же возможность взять две карты. Две карты. Из них выбрать одну. И, конечно же, она эту одну выбирает вот эту. Потому что ей нужно всего три фишки в Евразии. То есть вот здесь вот. И она может получить пять очков. Две у нее есть, третье ей туда закинуть не составит труда. А эта отправляется назад, вот сюда, в самый низ. Так, на этом ход ее оканчивается. Ход переходит ко мне. Знаете что? Я сразу же разыграю свою цель. Нужно иметь три фишки проливов. И у меня они есть. Раз, два, три. Три фишки проливов. Я их разыгрываю. И в конце игры я получу пять очков. И беру сразу еще одну карту. А, значит, нужно иметь три племени вот здесь вот, в Северной Америке. Для меня это тяжеловато. Ну, что поделаешь. Попробуем, попробуем, попробуем. И я теперь имею возможность разыграть какую-то фишку, да? Действие. Ну, давайте так и сделаем. Значит, по высоте мы оставляем. По толщине мы меняем. Вот сюда мы переходим. Забираем проливов. И оранжевое действие. То есть, мы берем одну. Одну карту. Нет, мы, наверное, хотя здесь есть, в принципе, единичка. Можно одно очко получить автоматом. Да, наверное, так мы и сделаем. Мы берем одну карту и тайл. Вот так. О, шаман. Когда вы эволюционируете, вы можете разместить фишку племени только с одной характеристикой, похожей на соседнюю. Вот так. И я не знаю, есть ли смысл мне сейчас ее разыгрывать. По крайней мере, пока я этого не вижу. Потому что эта карта, по факту, мне может принести несколько очков в конце игры. Потому что я сейчас разыгрую еще одно сокровище, которое принесет мне по два очка. То есть, еще одно очко за каждую карту в руке. У меня уже такое сокровище есть, в принципе. И мне теперь круто. Очень много очков я могу получить за карту, которая у меня на руках. Шикарно. Все, на этом мой ход оканчивается. Ход переходит у нас к Юле. И ей нужно всего одну фишку добавить вот сюда, чтобы получить пять очков по вот этой вот карте. Пять очков по вот этой вот карте. И ей, конечно же, нужны двоечки. Двоечки у нее на коричневом, поэтому ей стоит разыграться вот сюда. Поэтому она берет свою фишку вот такую вот и ставит сюда. Отличие в высоте. Она один от данного тайла. У нее есть три фишки в Евразии. И она разыгрывает эту карту, которая даст ей пять очков. Плюс, так как это коричневая, она может взять два тайла инновации отсюда, либо один из любой локации. Она берет два тайла отсюда и накидывает их каждый вот сюда. И после этого она может разыграть другую какую-нибудь карту, если хочет. Но этого она делать не будет. Да, по крайней мере, пока этого делать она точно не будет. И она берет еще одну карту с Элли. Ну, ей нужно присутствовать вот здесь вот тремя фишками, чтобы получить шесть очков. Довольно-таки тяжело для нее. Она берет две карты. Нужно присутствовать на четырех континентах. Раз, два, три. И ей нужно всего еще один континент, и она может получить очки. Поэтому я вставляю эту карту, а эту и отправляю в сброс. Шикарно. Ход за мной. У меня осталось, кстати, одно кольцо всего. У Юли два. Но я думаю, надо пять очков идти дергать. Идти дергать пять очков, потому что это серьезное количество очков. На халяву. И, если не ошибаюсь, у меня уже собралась комбинация по этой цели. Мне нужно иметь два каждого цвета. Два, два, два. Да, я разыгрываю сразу себе эту цель. Пять очков я получил. Тяну новую карту. Шесть очков, если у меня будет три вот здесь. Вот, ну ладно, посмотрим, получится, не получится. Я могу либо пешком перейти сюда, либо же эволюционировать. Я не вижу смысла эволюционировать, я просто перейду сюда пешком. Вот таким вот образом забираю себе жетон. И все, на этом ход мой оканчивается. Больше ей делать ничего не буду. Ход у нас за Юлей. Ей нужно разыграть еще одну карту. Карту надо, точнее, заселиться на одном новом континенте. И, пожалуй, наверное, она сделает следующее. Она перемещение сделает. Она перемещается вот отсюда. Она делает так. Раз, два, три. Ну, ей можно и больше ходить, конечно. Можно четыре, пять сделать даже по факту, потому что у нее плюс два к перемещению. Но она хочет вот сюда. Потому что сейчас она разыгрывает карту. Моряк. Который позволяет ей забрать один жетон пролива. Находясь всего с одной стороны. И она забирает этот жетон пролива себе. Отлично. После этого она получает возможность взять два жетона из коричневого себе. Потому что она остановилась на коричневом. И после этого она разыграет еще и одну карту цели. За пять очков. Присутствие на четырех континентах. Хотя бы одной фишкой. Раз, два, три, четыре. На четырех континентах она есть. И все. Сразу же получает одну карту цели. Три племени в Африке. Вот здесь вот три племени. Ну, это хорошо. Ход за мной. Мне бы, конечно, четверочки и пятерочки нужны. Четверочки у нас здесь. А пятерочка одна в фиолетовом. Ну, что поделаешь. Ну, давайте тогда мы сделаем вот так. Нет, это глупо. Это глупо. Я перемещусь просто вот так. И все. Я фиолетовую беру одну цель. Себе. На трех коричневых нужно находиться. И можно получить очки. На трех коричневых Юрия находится. Но не я. У меня всего одна коричневая. И та еле-еле на ладом дышит. Тяжелая, конечно. Но это все-таки лучше, чем три фишки в Северной Америке. Куда я точно не дойду. Поэтому я их сбрасываю. Ничего я не могу больше разыграть по факту. Все. В этом ход мой оканчивается. Теперь ход у нас за Юлей. И может быть она что-то может разыграть. Три в Африке. Раз, два. Третья нужна фишка ей в Африке. Ну, почему бы нет. Она может ее сюда перенести. Она берет вот эту фишку. Делает раз, два, три. Три перемещения. И она, соответственно, может выполнить сразу же себе цель на три очка в Африке. Она ее выполняет. После этого она получает еще бонус по оранжевым. И это будет жетон второго уровня. И одна карта. Это карта-карта. Карта-карта. Вы можете иметь три карты целей. Ну, почему бы нет. Пусть она одна очко это разыграет. А то у нее будет три карты целей. Но, к сожалению, она вытягивает карту целей чуть-чуть раньше. Ей нужно иметь две троечки. Две троечки, чтобы получить шесть очков. Ну, у нее, в принципе, есть две троечки почти. Ей нужна еще одна троечка. И будет все у нее в шоколаде. Все. На этом ход ее оканчивается. И ход теперь за мной. И у меня теперь вопрос. Либо мне заработать еще пять очков, либо ей не дать заработать четыре. Вот и весь секрет, в принципе. Пожалуй, наверное, лучше ей не дать заработать четыре. Потому что, как бы это все не было весело. Другого варианта нет. Мы оставляем вот таким вот образом. Это все. Я получаю одну карту. Да нет, я возьму три карты, потому что мне троечка все равно не подходит. Три карты и одну на выбор я выберу. Три карты и одну на выбор. Значит, это снова к перемещению. Вы можете меняться фишками с одинаковой силой. И каждый раз, когда вы меняетесь с кем-то, возьмите фишку племени с резервом. Каждая будет вам гарантировать два очка в конце игры. Ну, я так понимаю, левые какие-то вот такие вот. Берешь и они гарантируют тебе два очка. Ну, прикольно. Но, в принципе, мне все равно абсолютно какую карту брать. Потому что игра уже подходит к своему логическому финалу. Для шанса финала, как говорится. Ну что ж, давайте тогда Юля будет ходить сейчас. И по факту ей нужно сейчас получить технологию третьего. Это значит, желтая либо оранжевая. Нужно ей стать. Ну, к примеру, пусть это будет оранжевая. Да, пусть будет оранжевая. Она займет вот здесь, к примеру, место. И займет она вот такой сушечкой. Да или нет. Да пусть да будет. И сколько тут надо? Три фишки, чтобы контролировать детали, это нереально. Нет смысла даже разыгрывать еще одну фишку сюда. А по одной простой причине лучше просто пройтись. Лучше просто пройтись. К примеру, совершить, а она не может совершить обмен. Хотел сюда поменяться, но она не может поменяться, потому что это толщина максимальная. Ну, значит, просто пройдется. Где-то раз, два, три. Вот сюда оранжевый. Она получает возможность взять третьего уровня и положить себе сюда. У нее два третьего уровня есть. Она получает шесть очков. И теперь она берет еще одну карту. Если три фишки у нее здесь будет, то это шесть очков. Она берет сразу вторую карту на выбор. И шесть очков, если здесь будут. Ну, как бы, это он оставляет. Будет бороться за это место. И все. Все. На этом ее ход оканчивается. А оранжевую она так и не взяла. Оранжевую карту она так и не взяла. И это еще один observation kit. Ход мой. И я, конечно же, переплываю вот туда. Своей последней фишкой. А мне уже нечем. Мне уже нечем перебегать сюда. Поэтому я просто буду зарабатывать тогда вот таким вот образом. Раз, два. Вот сюда мы перебежали. И я получаю, значит, просто оранжевую карту. Да. Ну да, другого варианта все равно нет. Оранжевая карта. Это шаман еще один. Ну, как бы, и ладно. Так. Хотя с другой стороны можно было побороться за четыре очка. Я боролись за пять, в принципе. Ну ладно. Будем пытаться так. Ход у нас за Юлей. Потому что я все закончил уже. Три фишки здесь. Да. Три фишки здесь. Ну давайте на соседнюю зеленую разыграем. По высоте, чтобы одинаковые были, да. По цвету. Вот. Четыре очка. Все. Можно разыграть какую-то карту. Но, в принципе, разыгрывать она ее не будет. Ход оканчивается. Мой ход. И перемещение выбираю. Раз, два. Переместился вот сюда. Забираю этот же тон. Получаю еще одну оранжевую карту. Два к перемещению. Ну, наверное, я даже ее пока разыгрывать, наверное, не буду. Но, я думаю, в следующий ход я ее уже, возможно, и уже разыграю. Хорошо. Ход оканчивается. Ход за Юлей. И она разыгрывает еще одну свою. Карту. Разыгрывает она ее, пожалуй, наверное, вот сюда. И ей нужен теперь тотем, который будет отличаться всего одной характеристикой. А у нее такой, наверное, и нет. Да, такого тотема нет. По толщине, чтобы на одну отличался. Такого тотема нет. Сюда она разыграть его не сможет. Вот сюда она сможет разыграть. Все. И она получает, значит, фишку четвертого уровня. И одну карту. И одну карту. Tribal War. Когда вы меняетесь территорией с другим игроком, заберете один из его тазов инновации. Это очень клево, очень клево, но поздно. Но поздно. Очень поздно пришла эта фишка. Ладно. Что поделаешь. Последний ход. Так как у нее фишки закончились и у меня закончились фишки. Начинается конец игры. Но перед этим, кстати, ее лишь не доходило. Ей надо разыграть еще одну карту. Она разыгрывает карту. Tripos in South America. Значит, три фишки ей надо было в Южной Америке. Они есть. Три фишки у нее здесь. Она разыгрывает еще шесть очков. И получает карту еще себе на руки. Вот. Теперь, значит, последний ход. Последний ход будет за мной. И я могу разыграть больше даже, чем одна карта инноваций. Вот так вот. Ну, однако, я могу совершить всего одно действие. И по факту я ничего, наверное, не успею уже сделать. Поменяться местами. Это все, что я могу сделать. Ну, как бы, нет смысла. Надо занять сейчас салатовую территорию. Потому что это даст одну карту и один жетон. Обязательно. Поэтому я сделаю попросту перемещение. Самое обыкновенное. То есть, миграцию. И заберу один жетон и одну карту. Мне все равно какая-то карта. Она даст мне просто два очка в конце игры. Вот и все. Даже три. Игра окончилась. Все. На этом, как бы, все. Все перемещения, все действия заканчиваются. Теперь у нас будет финальный подсчет очков. У нас есть вот тут в правилах. End of game. И здесь у нас написано, за что мы получаем очки. Значит, первое. Мы получаем очки по нашим картам целей. Это первое, за что мы получаем очки. То есть, давайте посмотрим. Значит, сколько очков по картам целей убили. И сколько у меня. Значит, 6 плюс 6. Давайте чуть-чуть их разложим. Значит, две пятерки 10. Две пятерки 20. 6, 4, 30. 39, 42. 42 очка здесь в колоде. А здесь же 10, 20. О боже. Это что я реально столько набрал? 10, 20, 32. 39 против 32. Да, не густо. Дальше. Главное не забыть. 39 против 32. Дальше у нас следующее. Каждое действие. Постоянная камера, карта и карта целей дает по одному очку. Значит, у Юли карты, которые остались, это 5. 5 карт, то есть 5 плюс 39, это 44 очка у нее. 44. У меня же каждая карта, которая осталась в руке, дает по одному очку. Плюс еще по одному и плюс еще по одному. То есть у меня каждая карта дает по 3 очка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 и 3, 24 очка. 24 очка это 56 очков. Я уже вырываюсь в лидеры. После этого. Тихо, тихо, тихо. Сейчас в принципе домино включится. После этого все жетоны проливов и охоты. Мы их считаем. У Юли же это 12. 12 плюс 4, 16. 16 плюс... 15 плюс 9, 25. 25 очков это 69, сумма у нее. У меня же это 4 плюс 5, 9. 9 плюс 9, 18. 18 плюс 8, 26. 26 плюс 4, 30. 30 очков я насобирал, итого у меня 86. 26. Отлично. И последнее. Каждый тайл инноваций дает по одному очку. Однако пятый уровень дает по 5 очков. Итак, у Юли очень их много. Значит, 1, 2, 3, 4. 4 плюс 4 это 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13 плюс 5. 13 плюс 5 это 18 очков. Итого у нее 87. Ну, думаю, это довольно-таки мало. Потому что у меня 86, и я еще даже не считал свои очки. Значит, 4 плюс 4 плюс 3 это 11. 11 плюс 1 это 12. 12 очков. Итого у меня счет 98. 98 против 87. И это финальный результат. Если бы была ничья, то тот игрок, у которого было наибольшее количество карт на руке, тот бы и стал победителем. Ну, это, в принципе, я. Вот и вся игра. В принципе, мы закончили ее. Теперь, я считаю, нужно перейти к моим впечатлениям о данной игре. Ну, первое, что хочется отметить по данной игре, конечно же, это ее внешний вид. Понятное дело, что выглядит она просто шикарно. Вот эти вот тотемы, которые здесь сделаны из дерева, они выполнены очень классно. Все очень ярко, сочно. Смотрится действительно очень класс. Просто хочется играть. Карты, понятное дело, минималистичные. Они больше сделаны для того, чтобы просто ты смотрел на них и сразу понимал, что от тебя требуется. То есть ничего лишнего абсолютно на них не нарисовано. Текст минимальный, чтобы только было понятие. Дополнительно, что хочется отметить, это, во-первых, конечно же, органайзер, который есть в игре. Но без него было бы вообще это просто сумасшествие какое-то. Но я больше хотел, конечно, отметить то, что игра идет изначально на трех языках. Я не знаю, по крайней мере, у меня версия от Матагота. И здесь, получается, в ней сразу же идут карты даже на четырех языках. Даже на четырех языках. Это, соответственно, английский, это немецкий, это французский и это испанский, если я не ошибаюсь. И, блин, ребята, на четырех языках одновременно сразу напечатаны все колоды. Я их даже не распечатывал. Как бы, зачем? Зачем мне распечатывать, если я все равно эти языки не знаю? И это очень круто. То есть она, по факту, практически языка независимая. Ну, как бы, игра, то есть все по жетонам здесь понятно. Единственное, что, как бы, ну, немножко, немножко, может быть, вот на вот этих вот картах, да, непонятно будет на постоянных картах и на картах действий непонятно будет, что они обозначают. Но, по факту, поиграв несколько раз, в принципе, довольно-таки понятно становится, что от тебя требуется. Дополнительно хочется отметить по механике игры. Она очень интересная. То есть, блин, вот эти вот действия, их всего три, да, не так много. У тебя есть всего лишь эволюция, которая позволяет выставлять новые фишки на поле. У тебя есть миграция, которая позволяет перемещаться, да, по полю. И есть свэп, то есть вы можете меняться фишками друг с другом. Блин, ну как это прикольно сделано, что у тебя тотемы имеют каждую свою характеристику. И это реально тотем, блин, елки-палки. И все это выглядит очень круто, сочно. И по механике действительно это все играется очень хорошо. Сразу же хочется сказать, что на дуэйку, мне кажется, эта игра немножко попроще. То есть, свободы действий здесь на порядок больше. И тут ты уже тянешь игру до последнего. Как бы нет смысла ее заканчивать раньше. Нужно просто тянуть максимум, что ты можешь утянуть по очкам, и тогда она заканчивается. Когда ты играешь в троем, здесь борьба на порядок уже больше. Когда в четвером, вообще тут просто карты действительно становятся меньше. Если бы каким-то образом ограничивалась бы карта при игре вдвоем, было бы, может быть, намного бы жестче партии. А так, в принципе, все сводится к одному и тому же. Вы должны выполнять действия, чтобы выполнять карты целей. Потому что это самое главное оружие в заработке очков. Понятное дело, что вы можете бороться за проливы. Но реально, в дуэльке это возможно делать налегке. По факту втроем, проливы начинают быть цены на порядок больше. Поэтому, как бы, за них происходит очень большая война. Подводя уже итог этой игре, могу сказать одно, что эта игра, она не сложная. Тут главное, как бы, понять саму концепцию. Да, возможно, как бы, на ней написано 8+. Может быть, конечно, 8-летнему ребенку, который не играл в настольные игры, а первую игру ему показали истоки, может быть, будет сложновато в концепции понимания. Потому что она очень такая яркая, много красок, много сочности, да, много всяких этих тотемов, они немножко путаются в глазах. Это может немножко сбивать. Но, по факту, игра очень простая. И она больше на логику. То есть, логическое мышление развивает она очень довольно-таки неплохо. Ну что ж, пожалуй, это все, что я хотел сказать про игру Origin, истоки. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, будет много интересного. На этом все. Спасибо за внимание. Любите настолки, играйте настолки. А с вами был Бивер и игра Origin. И еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok